Специалисты городского отдела архитектуры и градостроительства провели пресс-конференцию. На совещании рассказали о проделанной работе в прошлом году и проектах на ближайшие годы. Так, в прошедшем году были демонтированы устаревшие рекламные щиты, расположенные на улицах города. В их числе 11 билбордов и 90 малогабаритных щитов. Проекты на предстоящий год будут реализованы в соответствии с генеральным планом города. Согласно утвержденному генеральному плану, развитие города на пригородных территориях определены 10 жилых массивов для индивидуального жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного значения общей площадью 42 700 гектаров, что составляет 13 715 земельных участков. Сегодня на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в очереди стоят 23 827 человек. В соответствии с генеральным планом города, помимо построенных зданий, в Карагайлы предусмотрено строительство 4 средних школ на 1200 мест, 5 детских садов на 320 мест, ледового модуля на 500 зрителей и теннисный корт. Данный район оснащен инженерно-коммуникационной инфраструктурой, улично-дорожной сетью, социально значимыми объектами обслуживания. Планируется строительство 227 многоэтажных домов, на первых этажах которых будут размещаться объекты обслуживания. Также будут построены межквартальные проезды шириной 6 метров. Кроме того, запроектирована площадь автостоянок для временного хранения автотранспортных средств под открытым небом. Подготовлены и утверждены эскизы по обновлению фасадов старых зданий, расположенных на центральных улицах Семея в текущем году. В первую очередь будет проведена реставрация старых зданий по проспекту Шакарима. На пресс-конференции были озвучены и другие планы на текущий год. Работы запланированы нашим отделом на 2022 год. Это строительство новой кольцевой дороги, строительство нового моста рядом с автогужевым. Старый мост был сдан в эксплуатацию в 1964 году. Общая площадь 10 800 квадратных метров. Рядом с этим старым мостом разрабатывается и завершается проект строительства нового моста, который проходит государственную экспертизу. Его средства предусмотрены из областного бюджета. В текущем году запланировано сдать в эксплуатацию 11 многоэтажных домов в жилом районе Карагайла. Также будут построены 16 кредитных, 13 коммерческих домов.